Ола, амигас! На связи Матвей. Вы такие молодцы, что на предыдущей части Как тащить Фортайз Мобайл набрали целых 130 лайков. Ну а я, как обещал, снимаю вторую часть. Она получилась ещё более интересной и информативной, чем первая. Так что обязательно смотрите до конца. Ну а чтобы держать такую же планку дальше, обязательно подписывайтесь на мой канал, включайте оповещения, здесь много чего интересного. Поверьте мне. Не забывайте, что самая лучшая поддержка меня это мой тег автора Мотивкар в вашем ежедневном магазине Фортнайт. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Ну давайте же, сейчас же куча крутых скинов, чё вы. Обязательно делайте скрины покупок, высылайте мне их в мою официальную группу канала ВКонтакте, ну или в мой Инстаграм. Все ссылки в описании, вы знаете, ну и лайк авансом можно. Погнали! Ах да, остановились мы на FPS. Всё же я вам советую по возможности устанавливать себе 60 FPS. Да, я понимаю, у некоторых ребят максимально бывает только 30, но тут также я вам советую по возможности схитрить и установить себе 60 FPS, скачав какие-то плагины, ну и так далее. Вон там у Слюрпикса куча гайдов по этому. Да, и несмотря на то, что практически все проигроки Фортнайт Мобел, типа АВА или НЛО, играют на iPad'ах 120 FPS, но это не должно вас останавливать, так как круто играть можно и на мобилке. Всю заботу, конечно же, на себя берёт ваше управление. Думаю, что в 4 пальца надо играть, дабы повысить свою эффективность, знают все, так что объяснять не буду. Но, думаю, должен рассказать вам про задачи, на которые ваше управление должно отвечать. Во-первых, ваш инвентарь должен быть расположен отдельно от выбора построек. Вы обязаны в любую секунду быть готовым разместить 5-звёздочный отель на месте. А то пока вы будете выбирать опцию построить, как в оригинальном управлении, кемпер со Скаром успеет отправить вас в лобби. Закрепите отдельные кнопки выбора построек и слотов в инвентаре, ну, например, как у меня. Второй нюанс. Все действия должны совершаться от одной точки. Редакт, стрельба, постройки. С редактированием касанием вы далеко не уйдёте. Так же, как и с курсором стрельбы. Убирайте их нахрен сразу. На всех платформах все действия исходят из одного места, потому что так намного удобней и эффективней. Следующий совет. Распределяйте нагрузку на пальцы максимально и равномерно. Один палец должен отвечать за передвижение. Обычно это большой левый. Другой за выбор слотов в инвентаре. У меня это левый указательный. Третий за выбор постройки. Ну, а четвёртый обязательно за передвижение камеры. Не говорю на какие конкретно пальцы, потому что у вас это может быть по-другому. Так же советую сочетать кнопки стрельбы и закреплённого редактирования, потому что по функционалу они примерно одинаковые. Ну, вот как у меня. Стреляешь, размещаешь постройки, редактируешь закреплённой кнопкой, и всё это в одном месте. По-моему, это удобно. Вы обязаны показывать максимальную дееспособность в бое. Но также не забывайте оставлять место для поворота камеры. Это важно. Особенно, если вы играете на девайсе с маленьким экраном. Места там лишнего нет, так что учитесь отрывать пальцы от экрана. Перемещать их в исходное положение. Во время перестрелки на близком расстоянии вы вынуждены резко перемещать прицел на своего противника, когда он прыгает или бегает. На большом экране-то проблем нет. Вы можете долго перемещать по экрану свой палец. Но на маленьком место просто кончается, и вы обязаны перемещать палец на исходное положение. Но у этой проблемы есть и второй путь решения, а именно повысить чувствительность вашего экрана. То есть за малейшее движение пальца вы успеваете делать продолжительный поворот в игре. Также и для редакта. На редакт тоже ставьте высокую чувствительность, дабы за малейшее движение пальцем редактировать, например, скос. Вот на прицеливании я уже советую понизить сенсу, так как тут важна точность. И быстро мотать камеру туда-сюда тут ни к чему. Вы должны точно отслеживать противника и попадать в цель. Ну а что касается сенсы по размещению построек, тут по-разному. Всё же советую ставить выше стандартного. Обычно быстро мотать камеру, когда вы строитесь, вам не приходится. Вам надо просто нормально строить 90. Я не говорю вам точных параметров сенсы, так как это тоже индивидуально. Для кого-то будет удобно чуть повыше, для кого-то чуть пониже. Не знаю. Я всего лишь даю вам вектор направления, а путь выбирайте уже вы сами. Ух, ну этот видосик нормально так затянулся. Обязательно оцените мои старания лайком. Если вы в чём-то не согласны, пишите в комментарии, что я сказал не так. Ставьте дизлайк. Будет интересно почитать. Несмотря на две части видео, как тащить Фортен Мобайл, это ещё не все мои мысли. Хотите третью часть? 50 лайков на этом видео, и будет вам третья часть. Ну а так не забывайте про мои теги. Пишите в ком и мотивкары, если досмотрели до этого момента. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok